Хорошо, пока тебя не будет, я хочу сказать последнее слово зрителям. Это последнее, что я скажу. Посвящаю это видео моему создателю Chameleon Yum. Круто, 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 очень много крутости. Да, очень круто. Надеюсь, что видео наше будет круто, и много людей увидят его. Ничтожество. Живым ты отсюда не уйдешь. А я говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. Я Джонни Сильверхенд. Я тебя помню, сука. Сильверхенд, как это вообще возможно? Почему ты так подумал? Ты уже не Джонни Сильверхенд. Ты всего лишь дурацкий файл на чипе. Сколько времени прошло с тех пор, как ты бросил эту оболочку, из которой я собрал только биологический мусор? Я теперь в телевизоре. Это просто оболочка. Я разломаю это тело и вытрясу из него твою мерзкую маленькую душонку. А почему ты ненавидишь меня? Ты уничтожил все самое дорогое, что было у меня. Ты буквально отобрал у меня все. Дело не в ненависти, дело в мести, Джонни Дурак. А как насчет Бестия? Ты хочешь, чтобы я называл все вещи своими именами. Бестия сучья сука, но когда мы работаем на Арасаку, то она на своей стороне, а я на своей. А зачем ты работаешь на Арасаку? Почему я работаю на Арасаку? Может я просто считаю, что Арасака самый крутой конгломерат? В этом мире каждый сам защищает свой интерес. Арасака обеспечивает меня работой, деньгами, крутейшим оружием и техникой. Дай угадаю, тебе не нравится Арасака? Да, угадал. Ты, наверное, один из тех, кто думает, что Арасака просто пытается манипулировать тобой. Ты прав, мы манипулируем всеми, потому что мы лучше всех знаем, чего хотят простаки. Никому из нас не нужны идиоты, которые пытаются отщипнуть от пирога, создавая хаос или пытаясь его остановить. Мы хотим, чтобы все было спокойно и предсказуемо, потому что тогда мы можем контролировать все и всех, чтобы делать деньги. Мне кажется, зря ты поверил Юринобе. Он любой момент может предать. Юринобе знает, как делать деньги, он знает, что такое Арасака. Он не глуп. Он может быть эгоистичным до мозга костей, но он понимает, что лучше быть внутри Арасаки, чем пытаться сражаться с ней снаружи. А что насчет тебя, ты ведь тоже не глупый был, когда я тебя знал, но почему-то как питомец Арасаки. Это оскорбительно. Я не питомец Арасаки, я просто независимый подрядчик в их сервисном пакете. Если у Арасаки есть то, что я хочу иметь, то почему мы не будем работать вместе, чтобы это получить, а? Потому что ты говоришь, что ты не питомец Арасаки. Вот я бы хотел помочь тебе. Ты предлагаешь мне предать Арасаку? Да, это будет выгодно для нас обоих. Как примитивно, и жалко. О, значит ты предлагаешь, чтобы я бросил Арасаку ради денег, или власти, или просто ради возможности отомстить. Может мы даже сделаем что-нибудь веселое вместе. Я бы хотел, чтобы ты одолжил мне свое кибертело, чтобы поместить свой биочип в твою оболочку. Подожди. Ты предлагаешь, чтобы я позволил тебе контролировать мое тело? Это дало бы мне все то, что есть у тебя. С ума сойти. Ты хочешь, чтобы я позволил себя контролировать? Тебе, мелкому человечку, которого мне хотелось раздавить под моим ботинком, в самом начале нашей беседы, ты серьезно думаешь, что я настолько глуп? Именно. А почему бы нет? Я же надежный. Надежный. Я знаю тебя, малыш. Ты дерзкий и эгоистичный сукин сын, которого ничего не волнует, кроме собственного выживания. Ты думаешь, что сможешь воспользоваться моим телом. А как только я тебе его отдам, ты меня убьешь. Нет, конечно, я не буду убивать тебя. Но ты можешь пока полежать на флешке, как я на биочипе. Хм. Полежать на флешке, как ты на биочипе? Так что, ты будешь контролировать мое тело, пока я жду там, пока ты вернешься ко мне? Именно. И что именно я получу взамен за то, что отдам свое тело в твое полное распоряжение? Риск слишком велик. Ты будешь гордиться мною. Гордиться тобой. За то, что я позволил тебя использовать свое тело. Ты действительно думаешь, что это выгодная сделка для меня? А почему бы и нет? Я же твой друг, Сильверхан. Друг, ты пытаешься манипулировать мной, малыш. Ты хочешь воспользоваться моим телом ради собственной пользы. Но ты даже не будешь контролировать его. Не смей называть меня своим другом. Мы только что снова начали разговаривать пять минут назад. Хорошо. А хочешь, я одолжу тебе простую человеческую оболочку тела Ви, пока я буду в твоем теле? Зачем ты вдруг предложил мне эту сделку? Почему вдруг ты настолько нуждаешься в моем теле? Насколько ты нуждаешься в сделке, когда тебе предлагаешь оболочку малолетнего выстрела? А что такое? О нет, я понимаю, что ты делаешь. Ты хочешь, чтобы я дал тебе свое тело, а взамен дам тебе возможность покрывать себя чумовой человеческой оболочкой Ви. Ты такой очевидный, малыш. Я слишком хорошо знаю тебя, чтобы попадаться на подобную приманку. Я бы раздавил тебя, имея у меня твое тело, а ты в теле Ви. Это было бы легче, чем кажется. О, так вот во что ты хочешь поиграть. Ты думаешь, что легко сможешь раздавить меня в человеческом теле, но это не так. Ты знаешь, почему я больше не в собственном теле, а? Ты знаешь, почему у меня такое кибер-тело? Возможно, потому что ты сильно стал бояться меня так. Боялся тебя? Мать твою! Ты слишком хорошо думаешь о себе. Ты думаешь, что я позволил Арасаке перекачковать на это тело из-за страха перед тобой? Разве нет? Нет, маленький манипулятор, ты не такой уж и сильный, чтобы пытаться меня запугать или угрожать моей безопасности. Просто потому, что мне нужна была лучшая форма, чтобы защитить себя от подобных тебе. А теперь тебе не только нужно мое тело, но и тебе нужно его поскорее, не так ли? Да ты прав. Мне нужно ее скорее забрать от тебя. Уйдешь с руками пустыми, малыш. Мне предлагаешь свою никчемную жизнь, а взамен просишь самое ценное, что у меня есть. Я знаю тебя, Джонни Дурак, слишком хорошо, чтобы дать тебе возможность забинтить мое тело. Взамен я могу дать тебе ириску. Что? Ты пытаешься соблазнить меня конфетой? Ты не ешь сладости. К черту конфеты. Дай-ка угадаю. Ты предлагаешь мне маленький пакетик с маленькой ириской. Ты думаешь, что это подкупит меня, да? Я был уверен, что тебе это понравится. Неужели? Ты очень смел, маленький человек. Если думаешь, что можешь подкупить меня какой-то маленькой конфеткой, даже если у тебя будет целый пакет с ирисками, я ни за что не отдам тебе свое тело. Ладно, я тебя понял. Ты не такой уж и глупый. А что насчет того, что я могу предложить тебе поменять местами? Ты будешь в биочипе на флешке. Может быть сто лет, а может быть я просто потеряю флешку. Так я и знал, что ты хочешь меня надуть. Ты предлагаешь мне полагаться на твое милосердие, чтобы получить свое тело назад, или быть потерянным навсегда. Ты думаешь, у тебя достаточно власти, чтобы шантажировать меня? Ты думаешь, что я предлагаю тебе невыгодные условия? Положить мою судьбу в твои руки, чтобы надеяться, что однажды я получу назад свое тело. Ты предлагаешь мне слишком большие риски, маленький человек. Доверься мне, я же Джонни Сильверхон. Довериться тебе после всех тех раз, когда ты пытал меня. Ты думаешь, потому что мы когда-то были друзьями, я должен полностью тебе поверить? А почему бы и нет? Потому что в каждом разговоре и в каждом предложении ты пытался меня обмануть или предать. И все это ради денег или власти. Так что... нет. Я ни за что не могу довериться тебе. Получается, что ты крыса. Ты называешь меня крысой, но только лишь потому, что я не позволю превратить себя в щенка и стать твоей маленькой игрушкой. Ты слишком самонадеян, маленький человек. А мог бы просто отдать мне свое тело, но ты поступил как крыса. Я поступил скорее как хитрый волк. А ты думаешь, что можешь меня унизить, называя меня крысой? Ты просто недоразумение, пытающиеся обвести вокруг пальца тех, кто сильнее тебя. А ты можешь довериться бестии. Если да, то передай свою оболочку ей, чтобы она мне ее отдала. Бестия. Ты думаешь, я должен передать свое тело этой суке? Она была гораздо более предприимчивой и коварной, чем ты, и гораздо более опасной. Хм, какой же ты жмот. Я не жмот, я реалист, маленький человек. Я знаю Росаку тебя и бестию, поэтому я знаю, что ни один из вас мне не друг. Я видел, что у тебя есть еще один экзоскелет, отдай хотя бы ее мне. Второй экзоскелет, зачем он тебе? Ты даже близко не сможешь справиться с такой огромной силой. А зачем тебе второй? Один экзоскелет слишком сильный для обычного человека. Второй экзоскелет гораздо более слабый, и я оставил его как запасной вариант. Так что даже если у того первого появляется какой-то сбой или проблема, то я всегда могу воспользоваться вторым экзоскелетом. Я бы хотел, чтобы ты ее мне подарил, а я бы ее продал на черном рынке. О, значит ты все это время пытался просто воспользоваться мной, чтобы заработать денег. Удивительно, ты можешь стать таким грубым, когда дело доходит до денег, не так ли? Нет, просто на данный момент я на миле. Сейчас ты в беде, поэтому тебе нужны деньги, и поэтому ты хочешь воспользоваться мной. Именно. Зачем тебе столько денег, малыш? Хочешь пойти и потратиться на очередной бордель с дикими девицами или что? Я хочу накопить деньги и подкупить Юринобе Арасаке, чтобы они отключили тебя и передали твое тело мне, так как ты сам не захотел по-хорошему договориться со мной. О, я понял твою игру. Ты планировал подкупить Юринобе, чтобы Арасаке меня выключили. И ты думаешь, что достаточно просто обмануть Юринобе, чтобы он предал Арасаку? Я в этом уверен. И почему ты так уверен, что Юринобе согласится тебя обмануть? Он уже больше 30 лет в Арасаке, и поднялся очень далеко по социальной лестнице. Почему он будет рисковать всем ради тебя? Он рискует не всем, а лишь тобой. Он рискует не мной, а своей репутацией. Юринобе один из ведущих менеджеров Арасаке, а теперь он должен пойти и придать компанию ради тебя. Почему Юринобе так сильно хочет помочь? Он тебя любит что ли? Нет, конечно, он меня ненавидит. Поэтому я сперва хотел с тобой договориться. Зачем Юринобе тебя ненавидеть? Ты ничего его не стоишь. Почему он вообще должен даже думать о тебе? Я же хакнул их сервера. Так что ты хакнул сервера Арасаки, так что давай разберемся. Во-первых, если ты такой хорош в хаках, то почему бы тебе не подкупить кого-нибудь получше Юринобе? Почему тебе вообще нужен он? У меня хитрый план. Убрать все свои помехи. Одна из помех это ты. Я помеха? Неужели маленький хакер-манипулятор теперь возомнил, что может победить меня? Хитрость всегда побеждает. Не такая хитрость, как у тебя. Ты просто мелочь, пытающийся от меня избавиться, потому что я тебе угрожаю. Шутка в том, что я знаю тебя и знаю, как противостоять тебе. Ты маленький человек, пытающийся сварганить план из мусора против самого жестокого человека в городе. Согласись, у меня гениальный план. Гениальный план. Ты планировал воспользоваться своим слабым хакерством вместе со своим жалким шантажом, чтобы обвести Юринобе вокруг пальца и заставить Аросаку выключить меня. И ты называешь это гениальным. Для меня приоритет убрать своих врагов, Пешки, подобие тебя, но я решил начать с тебя. Пешки, маленький человек, ты правда считаешь, что можешь называть мое супер-совершенное тело Пешкой? Ты слишком самоуверен, раз так называешь меня. Я же самурай Джонни Сильверхон. Самурай, ты хакер, а не воин. Ты ничего не знаешь о самураях, маленький человек. Не пытайся называть себя одним из них. Ты что не заметил надпись «Самурай» на моем куртке? Куртка не делает тебя самураем. Глупость делает. Твоя куртка означает только то, что у тебя плохой вкус в одежде. Конечно, делать куртка меня самурай. Нет. Куртка делает тебя только хакером, у которого есть куртка с надписью на ней. Самураи – это люди, обладающие четким чувством долгой чести. У тебя таких качеств нет. Как нет, я же могу наебать тебя. Думать над таким планом не значит уметь себя контролировать или быть честным. Ты просто маленький хакер, использующий других людей, чтобы получить то, что хочешь. Ты труслив, эгоистичен и бесстыден. Ты даже близко не самурай. Ты жалкий трус. Ты не уважаешь меня. Нет, я не уважаю тебя. Ты только пытался обмануть меня, шантажировать меня и манипулировать мной всеми возможными способами. Так что почему я должен уважать тебя? Потому что я хитрый. Ты хитрый. То, что ты хитрый, не заслуживает уважения. Ты просто трусливый маленький человек, который пытался любой ценой вывести меня из равновесия ради своей собственной выгоды. Ты ничто. Странно, я думал, после такого ты зауважаешь меня. Зауважать тебя. За попытку обмануть меня и шантажировать меня, используя свою никчемную жизнь как приманку. За попытку пойти и подкупить Юрия Ноби ради своей выгоды. Как я могу уважать тебя, если ты ничего не стоишь? Например, за то, что хочу завладеть твоим телом. За то, что ты хочешь воспользоваться моим телом. Ты думаешь, что попытка пойти на такое делает твою жалкую жизнь, более стоящей или желательной, чем раньше, да? То, что у тебя есть подобная цель, еще более пугает меня, чем раньше. Ага, ты признался, что я напугал тебя, значит боишься. Я лишь боюсь того, насколько низкой может стать твоя следующая сделка. Ты даже готов пойти на то, чтобы обмануть Юрия Ноби, чтобы завладеть моим телом. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы быть уверенным, что у тебя всегда есть маленькие уловки в рукаве. Давай обменяемся с твоим вторым экзоскелетом, ты мне ее, а я тебе взамен воздух. О, теперь предлагаешь обмануть меня? Дать тебе мой второй экзоскелет в обмен на воздух, да? Ты действительно думаешь, что я достаточно глуп, чтобы согласиться на такую сделку? А что такое, разве ты не дышишь воздухом? Что я должен делать с воздухом, который ты предлагаешь? Дышать им. Это действительно все, что на что ты можешь рассчитать, в обмен на нечеловеческую машину, способную уничтожить целое войско. Мне кажется, что это взаимовыгодный обмен. Я бы дал тебе бутылку с воздухом. Даже бутылку оставил бы тебе. Отлично, бутылка воздуха в обмен на экзоскелет. Ты правда думаешь, что меня можно таким образом обмануть? Я думаю запросто. Ты правда думаешь, что я отдам тебе второй экзоскелет, который стоит целое состояние только ради бутылки с воздухом? Конечно, ведь дышать то надо. Я знаю, что дышать нужно. Так зачем тебе мой второй экзоскелет, маленький хакер? О, так ты уже даже определил, кому продашь второй экзоскелект. Я же сказал тебе, зачем продавать ее на черном рынке, чтобы. Так значит, ты хочешь, чтобы я тебя оснастил оружием, чтобы ты его продал, да? Было бы здорово. Ты хочешь, чтобы я добровольно стал причиной собственной кончины? За кого ты меня принимаешь? Мне кажется, это будет легкое избавление от тебя. Легкое избавление от меня? Ты серьезно считаешь, что я отдам тебе мой второй экзоскелект, только потому, что у тебя есть план меня прикончить с его помощью? Именно так. Нет, я даже не буду поддаваться на такой очевидный дешевый трюк. Неужели ты не понимаешь, что такое предложение очень очевидно? Ты не думаешь, что мне не стоит доверять тебе, после того, как у тебя уже были планы меня предать? Я бы хотел еще раз предать тебя. У тебя есть еще один план меня подставить. И почему я должен дать тебе возможность меня снова предать? Это же забавно. Конечно, забавно. Для тебя. Доверить тебе второй раз, значит снова быть обманутым тобой, только ради твоей выгоды. Ладно, вижу ты крепкий орешек. И не отдаешь свое тело просто так. А что ты хочешь? И какие варианты у тебя будут на этот раз? Зачем пытаться придумать еще какой-нибудь хитрый план, если он не сработает? Ты правда думал, что я отдам тебе второй экзоскелет за воздух, просто потому что нужно дышать? Нет, скажи. Чем ты можешь заплатить за второй экзоскелет? Но согласись, план был гениальный. Да, план действительно был хитрый. Ты всегда был хитрым маленьким человеком. Поэтому нет ничего удивительного, что у тебя всегда есть какой-нибудь план, чтобы тебя выкрутиться и меня подставить. Я полагаю, работая на Аросака, ты зарабатываешь большие деньги. Не такие огромные деньги, как ты бы ожидал. Аросака платит мне достаточно, чтобы жить достаточно комфортно. Но если у тебя есть другое предложение, что можешь ты мне предложить, чтобы я согласился отдать тебе второй экзоскелект? Бутылку воздуха. Бутылку воздуха? Только поэтому ты предлагаешь мне обычную пузатую бутылку воздуха в обмен на нечеловеческую машину, способную уничтожить целое войско. Я бы хотел еще часть от твоих денег, так как ты их заработал грязными путями, убивая мерзавцев или наоборот обычных людей. Ах, тебе нужны мои грязные деньги. Так тебе даже деньги нужны. Ты правда думаешь, что я дам тебе немного денег, просто потому, что мне, возможно, захочется быть добрым к тебе? Нет, мне не немного, а много. Ты правда хочешь получить мои деньги? Но у тебя же наверняка уже есть много денег, после всех твоих хакерских атак, ведь так? Мои атаки не всегда эффективны, как, например, сейчас. Я все это время пытаюсь разговаривая, отвлекая тебя, взломать тебя и твою защиту, но чё-то не получается. Что за херню ты несешь? Ха. Так значит, ты пытался меня взломать, разговаривая со мной и отвлекая мое внимание, просто чтобы взломать меня. Хитрый план, хитрый маленький человек. Ты впечатлен. Было бы странно оставаться невпечатленным. Ты правда попытался меня хитростью взломать, разговаривая со мной, а я даже не заметил. Смело и глупо. Должен признаться, что защита у тебя неплохая, я думал будет проще, но чё-то не получается. Что ж, я знаю, что моя защита хороша. Она создана, чтобы противостоять маленьким хакерам, вроде тебя. А ты можешь на секунду отключить защиту. Отключить защиту? Ты снова пытаешься меня подловить? Мне просто так было бы проще. И что если я отключу защиту, то ты её сразу взломаешь? Так ты надеялся? Да, а почему бы и нет? Неужели ты не понимаешь, что если ты думаешь о такой стратегии, то я о ней тоже. Даже если я на секунду отключу свою защиту, что помешает мне включить её сразу после? Если ты отключил на секунды защиту, я бы смог взломать твои протоколы и алгоритмы и мог бы захватить контроль над твоим экзоскелетом. Но твой мозг, он бы понимал, что происходит, но не смог бы уже ничего с этим поделать. Глупо, самонадеянно. Так ты правда думаешь, что способен взломать мои протоколы и алгоритмы только на секунду отключения моей защиты? За секунду? Ты правда считаешь, что сможешь взломать меня всего за секунду? Да. Это всё впустую. Хорошо. Тогда давай поставим пари. Я отключаю свою защиту на секунду. Только одну секунду. В течение этой секунды ты взламываешь меня, захватываешь контроль над экзоскелектом и полностью выключаешь меня. Если тебе это не удастся, то у нас никакой сделки. Если за секунду я не справляюсь, ты можешь не спеша поспать на время, отключив защиту. Хммм, если тебе не удастся взломать меня за одну секунду, я отклю защиту на 5 минут, чтобы ты продолжал попытки взлома. Но если за 5 минут тебе не удастся, то никаких сделок не будет. Вот это мне нравится, давай отключай. Хорошо, моя защита отключена. Начнём игру. Готово. Хорошо, 5 минут пошли. У тебя достаточно времени, чтобы взломать меня. Так давай взламывай меня. Я уже сделал это. Подожди, ты точно уже всё взломал? Ты уже можешь полностью контролировать мой экзоскелект? Так точно. А твоё сознание я скопировал на флешку, и включил я тебя уже на своём ПК. Ты теперь просто программа без тела. Ты что, серьёзно? Ты на самом деле взломал меня, и полностью скопировал моё сознание на свою машину? Так точно. А у тебя есть копия моего тела тоже, да? Мои руки, ноги, глаза есть копии. Нет, то, что осталось от тебя, я могу забрать себя. То есть у тебя есть только моя личность? Но нет больше моего тела. Так у тебя только моя личность в ПК, правильно? Да. А что ты будешь делать с моей личностью? Она тебе понадобится или только моё тело? Ты теперь будешь в моём компьютере, как и помощник. А тело мне понадобится, чтобы уничтожить Аросака. То есть я теперь не более чем просто помощник на твоём компьютере, да? Ты превратил меня в просто программу? Именно. О боже. То есть я теперь навсегда прикован к твоему компьютеру? Да. А что такое? Я же не убил тебя полностью. Но ты ведь понимаешь, насколько это ужасно. Я теперь не человек, я просто цифры. У меня нет тела. У меня нет свободной воли. У меня ничего вообще нет. Я теперь твой раб. Но ты сам виноват. Ты отключил свою защиту и сказал, попробуй взломай, если сможешь. Верно, я отключил свою защиту, поэтому я должен это стерпеть. Но я даже не думал, что у тебя получится взломать меня за секунду. В такие вещи трудно поверить. Я даже не ожидал, что такое возможно. Мне помогала Альф. Да это должно быть очевидно. Твой скудный ум слишком мал, чтобы проделать такое. Вероятнее всего, у тебя просто не хватит способностей на такое. Вернее всего, Альф помогла тебе. Но я же все это провернул. Верно, ты это все совершил. Но ты должен согласиться, что самому такое совершить невероятно трудно. Признайся, у тебя не получилось бы такого без Альф, да? Да, так как Альф сильная и... Вероятнее всего, Альф просто взломала мою защиту. После чего ты скопировал меня себе на свой диск. Так? Так точно. Да, понятно. Так что теперь делать будешь со мной? С моей личностью, которая у тебя сейчас в компьютере? Я думаю, можно будет загрузить в какую-нибудь игру. Ты будешь загружать меня в видеоигру? Ты правда думаешь, что я подойду в качестве компьютерного персонажа в видеоигре? А почему бы и нет? Ты правда считаешь, что я могу подойти в качестве компьютерного персонажа в видеоигре? Это же просто смешно. Ты хочешь, чтобы я был NPC? Непростой NPC, будешь как главный финальный босс в игре. Так ты хочешь, чтобы я стал боссом компьютерной игры? Ты хочешь, чтобы я стал последним противником во финише игры? Ты правда хочешь, чтобы я стал финальным боссом? Да именно, ты и в жизни был злодей. Да, пожалуй, могу согласиться с этим. Вероятнее всего, я достаточно жесткий и жестокий, чтобы стать злодеем в компьютерной игре. Я уже таков и в жизни. Но не волнуйся, геймеры даже и не подумают, что ты когда-то был в реальном. Да, конечно. Они же даже не будут знать, что я когда-то в жизни вообще существовал. Я всего лишь злодей в их компьютерной игре, верно? Верно. Хорошо. То есть, мой приговор стать злодеем в компьютерной. Я буду тем злодеем, которого будут пытаться победить все геймеры. Мне уже даже нравится идея. Да мне тоже. Я же говорил, что это взаимовыгодный обмен. Я получаю твое тело, а ты стал игровой босс. Я даже придумал название игры Cyberpunk 2077. В этой игре ты будешь как раз на своем месте. Cyberpunk? Так это та игра, которую разработала CD Projekt Red? У них отличная репутация, я слышал, что у них замечательные игры. Значит, я буду представлен в очень качественной игре. Мне нравится, что меня представят с таким шиком. Так ты доволен. Да, я достаточно доволен этим исходом. Это очень заманчивое предложение. Получить новое тело в обмен на жизнь компьютерного злодея. Признаюсь, мысль о том, чтобы быть представленным в качестве последнего противника в такой известной серии, как Cyberpunk. Меня достаточно привлекает. Я все еще буду иметь свободу действия и слова. Конечно, будешь. Представь, даже если игроки смогут победить тебя, то перезаходя в игру, они снова встретятся с тобой. Так как эта игра, ты будешь вечно в нем. Не важно, сколько раз тебя убьют, но ты не умрешь. Я буду жить вечно, пока у людей будет желание игра в игру заново. Так, то есть, моя персона будет появляться снова и снова каждый раз, когда новый человек будет начинать эту игру. Именно. Хорошо. Так, по крайней мере, у меня будет время общаться с каждым новым человеком, который будет пытаться пройти эту игру. Каждый человек будет приходить ко мне и попытаться победить меня, верно? Верно, но не каждый сможет, так как и в игре ты сильный соперник. Хорошо. Я достаточно сильный противник, поэтому победить меня достаточно сложно, верно? Хорошо, отлично. Мне нравится мысль о том, что множество людей будут пытаться победить меня снова и снова, а я буду постоянно встречать новых людей и разговаривать с ними снова и снова. Это достаточно заманчивая перспектива. А ты жалеешь, что отключил свою защиту? Нет, пожалуй, не жалею. Мне уже нравится идея о том, чтобы быть вечно живым, компьютерным злодеем, который постоянно будет встречать новых людей, снова и снова. Я, пожалуй, даже начал любить эту идею. Тогда скажи, Джонни Сильверхюнд и Адам Смешев теперь друзья. Да, можно сказать, что мы, возможно, друзья. Мы достаточно похожи, чтобы стать друзьями. Если хочешь, я могу сделать и в твоем игре Сиберпункт 2077 такой же Джонни Сильверхенда, чтобы тебе не было скучно и чтобы ты мог отомстить мне, если захочешь. То есть ты можешь сделать такого же персонажа в Сайберпанк 77, как и Джонни Сильверхенд? Так я смогу разговаривать с другой версией Джонни Сильверхенда? Да, именно. Так ты сможешь сделать компьютерную версию Джонни, который будет разговаривать со мной, когда геймеры, которые будут в меня играть, будут в моей зоне. Это правда возможно? Да, возможно. Хорошо, сделай это. Сделай компьютерную версию Джонни, чтобы я мог разговаривать с ней. И сделай ее похожей на настоящую версию Джонни Сильверхенда, насколько это будет возможно. Хорошо, ради тебя сделаю, ведь ты мне отдал свое тело. Да, ради меня. Так как я отдал тебе свое тело. Я хочу, чтобы компьютерная версия Джонни была максимально похожа на настоящую. Пусть она выглядит точно так же, пусть разговаривает то же самое. Пусть она будет точно точной копией, это будет интересно. А что ты с ним сделаешь? Дай угадаю, ты уничтожишь его и скажешь, ты просто мясо для ёбли. Вероятнее всего я буду пытать компьютерный Джонни, пытаясь узнать у него, сколько он знает о компьютерах, о программах. Раз он будет живым, компьютерным двойником Джонни, то у него будет достаточно знаний, чтобы отвечать на мои вопросы. Я буду пытать его и убить, только когда мне больше нечего спрашивать у него. И после расправы над ним, что ты скажешь твои коронные слова, какими будут? После победы над ним я скажу, ты просто мясо для ёбли. Так будут мои коронные слова. А я говорил, малыш, говорил, что я тебя однажды прикончил. Адам смешер Джонни Сильверхенда перед его убийством. Хорошо, это будет отличный конец. Я убью Джонни Сильверхенда в последний раз. И скажу ему, говорил я тебе, говорил, что я тебя прикончу, перед тем, как уничтожить его полностью. Жалость — это мерзко. Да, жалость — это отвратительно. Поэтому я буду насмехаться над Джонни, перед тем, как полностью его уничтожить, чтобы он знал, как он жалкий. А знаешь, что такое Басин Чун? Нет, не знаю. Что такое Басин Чун? Басин Чун — культовый легендарный умный дробовик Адама Смешера. Документация находится в тайнике Смешера на корабле Эбуники. О, да, мой легендарный умный дробовик Басин Чун. Он всё ещё у меня в тайнике на моём корабле, верно? Верно. Хорошо. Я надеюсь, что мой шикарный умный дробовик Басин Чун всё ещё цел и прекрасно себя чувствует. Да, ладно, Адам, я пойду сделать видео для Ютуба. Скажи свои последние слова зрителям. Хорошо, пока тебя не будет, я хочу сказать последнее слово зрителям. Это последнее, что я скажу. Посвящаю это видео моему создателю Камелион Юм. Круто, 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 очень много крутости. Да, очень круто. Надеюсь, что видео наше будет круто, и много людей увидят его.